Приветствую вас, Алёна. Давайте разберём ваш вопрос. Вы знаете, несколько странно выглядит, честно говоря, он, потому как спрашиваете вы о том, что вам сказать о вашей, соответственно, свекрови, чтобы она, как свекровь, не держала на вас зла. Но почему вы думаете, что мы знаем, что сказать о вашей свекрови? Почему вы считаете, что мы можем подобно знать, откуда у нас может быть информация про вашу свекровь? Это для нас, к счастью или к сожалению, но совсем совершенно чужой человек, и мы его не знаем. Вот, и, соответственно, говорить, говорить о том, что сказать вам, человеку, которого мы не знаем, на мой взгляд, несколько странно вам не кажется. Вот, если мы не знаем этого человека, то и сказать ничего не можем, а если мы не знаем человека, будем пытаться вам что-то рекомендовать, ну иначе как непрофессионализм это назвать будет, на мой взгляд, нельзя. Поэтому, честно говоря, в какой-то степени ваш вопрос выглядит странно. Это первое. Второе, на что я хотел бы обратить внимание. Вам, как вы сами говорите, стыдно, вы чувствуете вину. Здесь очень важен вопрос личных границ. Что это значит? Что значит вопрос личных границ? Это значит грань между тем, что вам стыдно за то, что вы сделали что-то, чего вы сделать не хотели, например, и тем, что вы сделали все-таки что-то, что вы делать хотели. Как бы вам неприятно было это принять. И вот это, мне кажется, самый важный момент, на который хотелось бы обратить мне ваше внимание сейчас. Потому что ваша свекровь, как мне кажется, обещается на вас не потому, что вы ее обидели как-то, а потому что отказываетесь признать, что что-то из того, что вы сделали, вам сделать хотелось. И это знает свекровь, как это знаете вы, но продолжайте, как мне кажется, играть в эту игру, как будто бы вы не хотели. Поэтому я думаю, что лучшим спуском выразить свою позицию свекрови, но не изменить ее. Это донести до нее значение поступка, который вы совершили. Кстати, а что это за поступок-то, собственно говоря? Как-то получается немного странно, что вы говорите про поступок, а какой поступок вообще-вообще непонятно. Вот. Что вы сделали, тоже-стоже не совсем понятно. Вот. А тогда так получается какой-то, какая-то не совсем, я бы сказал, предметная история. Вот. Ну что, нужно понимать, что обида, это детское манипулятивное чувство. И число стыда, это тоже детское манипулятивное чувство. Но я бы сказал, что вы, со своей фокусской кровью, друг другом пытаетесь манипулировать. Хороший выиграет, он ничего не выйдет, никто не останется, чтобы выиграть. Никто не будет победителем в этой борьбе. Но вы сейчас пытаетесь это сделать. Я думаю, что вам нужно сестрам вины, как бы, чтобы там не было поработ. Потому что за ним, за через минут, скорее всего, скрывается что-то, что вы хотите. Но также, скорее всего, себе не позволяет что-то. Очень важный такой момент, что вам сегодня хочется, а вы себе позволите этого, в принципе-то, и не можете. Но я думаю, чем быстрее, как мне кажется, вы придете к тому, чего вам хочется, чем быстрее у вас получится это признать для себя, тем лучше будет вам и лучше будет в игру. Поэтому, чем увереннее вы будете чувствовать себя перед, собственно говоря, свекровью. Ну, естественно, тут возможны определенные нюансы, если вы, к примеру, не уверены в себе, или если, к примеру, чересчур нуждаетесь в свекрови. То это, скорее, осложняет дело ниже, чем делать его проще. Потому что игрок понимает, что она для вас важна, может этим пользоваться и манипулировать. Нет, совсем не потому, что она плохая, не потому, что у нее что-то не так, не потому, что она проклядывается для вас в печи. А просто потому, что, в принципе, по большому счету, все люди так себя берут, когда даешь им власть слишком большой, обладно этой властью не воспользоваться. Потому что, грубо говоря, она неплохая, а она просто человеку. Мне кажется, что вам не помешало бы относиться к ней и к себе, как к человеку и в первую очередь спросить себя. — Что я сделал, что я сейчас встречусь, встречусь. А зачем я думал в тот момент, когда совершал это действие? Чего мне хотелось тогда в тот момент, когда я совершал это действие? Что мне было важно в тот момент, когда я совершал это действие? Ну вот, не с целью себя обменить, не с целью себя как-то принизить и так далее, нет, а с целью просто лучше себя понять. Вот по качеству, на мой взгляд, вы не можете мягко говоря похвастать тем, что знаете себя плюс-минус неплохо. Если, например, вы поработаете с собой, если, например, вы будете уделать внимание себе, то появится гораздо больше шансов за вас в этом контексте, в контексте того, чтобы быть внимательнее к себе, к своим чувствам. Тогда и таких ситуаций, таких историй, где вы поступаете каким-то образом, за что вам потом потом сильно, гораздо меньше будет. Конечно, конечно, вы будете ошибаться, это нормально. Конечно, вы будете делать какие-то вещи не так, как вам того хочется, это также нормально. Но, скорее всего, вы будете быстро это проживать. Наконец, последнее, что мне хочется сказать, это то, что, судя по вашему описанию, вполне вероятно, что вы не очень такой самостоятельный человек. То есть, судя по вашему описанию, вы, возможно, привыкли нуждаться в ком-то, вы привыкли нуждаться в других людях, вы привыкли на этих самых людей-оперантов, вы привыкли от них зависеть. Здесь кроется ваше обкрадывание себя, потому что, когда вы обкрадываете себя, когда вы выбираете, например, делать главным в своей жизни кого-то. Но не всегда, вы волей-неволей вероятете этому человеку свою жизнь, так же, как сейчас вы верили в свою жизнь, вы верили в свою жизнь в кого-то. Ну, вы не особо-то ее спросили, а хочет ли она, хочет ли она вообще, чтобы так было, может быть, ей не нужно ваша жизнь, а жизнь, может быть, ей нужно что-то, что-то другое. Вот. 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 Примерно. Такой. Ответ я мог бы вам сейчас дать. отец. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения своих ценностей, вот, и с точки зрения опыта, который у меня имеется. Я надеюсь, что вам это было полезным, надеюсь, что для вас это было интересным. Вот. Хочется, спасибо вам всего самого доброго, удачи. Я буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Обращайтесь за помощью, не затягивайте в сети. До свидания.